МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Продолжаем на телеканале эфир хроника происшествий в студии Роман Ярыгин. Убийство, которое обескуражило не только соседей, но и сотрудников полиции, произошло сегодня ночью. По предварительным данным, в своей квартире престарелый мужчина, которому уже за 70 лет зарезал свою пожилую супругу. Пенсионер в этот день, как и обычно, был абсолютно трезв. После убийства он оказался сильно растерян и поначалу даже не смог объяснить следователям, по какой причине расправился со своей женой, с которой прожил вместе больше полувека. Пожилой мужчина, по всей видимости, никак не мог поверить в происходящее. Роковые события этой ночи для него, вероятно, казались страшным сном. Он стоял растерянным и плохо понимал, что вокруг происходит. Полицейские сразу решили, что имеют дело с нетипичным задержанным, поэтому старались отнестись к старику максимально тактично и обходительно. Морально не давили и дали время спокойно вспомнить все подробности убийства. Когда вы поругались с ней? День, вечер, круг, пять часов? Сколько часов времени было? Нет, со мной, четыре. Вечера, да? Да. Ссора между пожилыми супругами началась еще вечером, но изначально ничего не предвещало беды. Пенсионеры и до этого иногда ругались между собой. Скандалы всегда быстро утихали. Ведь чего делить семейной паре, которая столько лет прожила вместе? Сколько лет вместе прожили? 55, наверное. Сколько? 55, 56, наверное. Иногда вместе, в магазин ходили вместе тоже. Потихоньку. Они редко, правда, ходили. Она плохо ходила, а он-то больше ходил, один гулял всегда, один не ходил. Что именно произошло этой ночью, мужчина едва мог вспомнить. Ведь, по предварительным данным, во время словесной перепалки у пенсионера внезапно возникла вспышка ярости, и он схватил большой кухонный нож. На почве чего ссора произошла? Зачем? Так, ну, по мелочи. Да, не поделили. Деньги? Сумма, о которой идет речь, 50 тысяч рублей. Все совместные накопления пожилой пары. Пенсионеры поругались из-за разногласий по поводу того, как следует использовать эти деньги. Женщина хотела их потратить, в то время, как престарелый мужчина настаивал копить дальше. Где телефон натертся? Это детей детей. Телефон. Нет. Есть у вас? Следователи не сразу решились позвонить взрослым детям пенсионера и сообщить, что на старости лет натворил их отец. Таксист угодил в серьезную аварию, которая произошла на перекрестке улиц Мусина и Чуйкова. Таксист «Шкода» врезался в «Митсубиси-Лансер». Пострадали пассажиры обеих машин. Причем, по словам очевидцев, когда клиент такси попросил шофера вызвать скорую, тот повел себя, мягко говоря, странно. Шоковое состояние. Коленки до сих пор дрожат. И сложно понять от холода или от страсти. Владелец «Митсубиси» в самом деле довольно долго не мог отойти от стресса после столкновения. Никак не ожидал, что поездка домой закончится так плачевно. Машина разбита в дребезге. Ладно, хоть девушка-пассажирка получила лишние большие ушибы. Меньше повезло молодому человеку в такси. Ему понадобилась помощь врачей. Однако шофер «Шкоды» поначалу не хотел вызывать бригаду медиков для своего клиента. Водитель такси и его друзья неадекватно среагировали, обвиняя в том, что, мол, зачем вызывать скорую и так далее. То есть был определенный наезд неадекватный. На пострадавшего пассажира. По словам очевидцев, виноват происшедший водитель «Шкоды». Мужчина, видимо, слишком торопился довезти до дома своего клиента. Светофор на перекрестке не работал, поэтому таксист должен был уступить. Но вместо того, чтобы затормозить, он ударил по газам. Причем признавать свою вину мужчина согласился лишь после того, как ему показали видео с регистратора. Сзади меня двигалась девушка, у нее был видеорегистратор. Вот она мне любезно оставила свой номер телефона, на котором данная картина явно четко показывает, что в ДТП произошло именно так. Владелец «Митсубиси» говорит, что, вероятно, его еще ждут долгие судебные слушания, чтобы заставить водителя на «Шкоде» полностью оплатить ремонт «Лансера». Ведь денег по автогражданке, скорее всего, не хватит. Продолжим после рекламы. Оставайтесь на нашем канале. Рискуя собственной жизнью, спасли ребенка. Прапорщик полиции Александр Герасимов вошел в горящую квартиру и на руках вынес из огня 7-летнего мальчика. Эта история произошла в набережных Челнах. Наряд полиции патрулировал в веренный им район, когда получили сообщение о пожаре в одном из жилых домов. Экипаж прибыл на место происшествия раньше спасателя МЧС. К тому времени из окон квартиры на первом этаже уже вырывались языки пламени и густой дым. От соседей полицейские узнали, что в объятом пламени жилища остался ребенок. Ждать приезда пожарных было нельзя, и полицейские решили действовать. Прапорщик Герасимов в окно полез, я ему немного помог, вот он залез, ребенка вытащил, мне передал. Я его принял на себя и оттащил. После чего, прапорщик Герасимов спрыгнул. После этого только пожарные подъехали. Как бы секунды шли, надо было как-то что-то предпринять, как бы народ на нас смотрит, как бы помощи. Но мы тоже не можем как бы войти в этот вагон, как бы сломя голову. Как бы секунды-то они шли, вот пришлось ребенка сначала как бы вытащить. Серьезная авария произошла сегодня ночью на улице Гаврилова. Машина премиум класса «Инфинити» вылетела с дороги на автомобильную стоянку, где протаранило два грузовика. Но главное, еще два лимузина «Крайслер» и «Линкольн». Увидев, что натворил, виновник тут же скрылся с места происшествия. Для силы удара пришлось как раз на два припаркованных на стоянке лимузина. «Инфинити» словно снаряд влетел в «Линкольн» и «Крайслер». Задняя часть этих автомобилей оказалась основательно деформирована. Вон, вот там, в аварии здесь было. Я услышал только, пришел, никого нет, машина там лежит». Во время аварии охранник находился у себя в сторожке. Услышав громкий хлопок, поначалу он даже не понял, что произошло. Когда, наконец, решился на очередной обход стоянки и заметил раскуроченные автомобили. «Поделся, вышел, подошел. Все, никого нет уже, одна машина там стоит, битая, и все». «Он убежал, получается?» «Ну, конечно, убежал. Милист приехал, тоже никого нет». Водитель на автомобиле «Инфинити» по всей видимости как следует разогнался. На крутом повороте он не справился с управлением и вылетел с дороги. Скорость иномарки была просто огромной. Паркетник подбросило в воздух, и на протяжении почти 10 метров он даже не касался колесами земли. В полете машина сшибала столбы, заборы и припаркованные автомобили. От «Инфинити» отрывались довольно крупные детали кузова и отлетали в сторону. Несмотря на тотальные повреждения, люди остались живы. Более того, сами выбрались из салона. После чего решили не встречаться с инспекторами ГАИ. «Ну, я откуда знаю, не знаю, я чего набежал. Может, в шоке был. Вот и убежал». «А скорая не вызывали?» «Скорая подъехала, уехала, и все». Скорее всего, в салоне «Инфинити» помимо водителя находился еще и пассажир. Участники аварии настолько спешили скрыться, что даже оставили в машине ключи, сотовые телефоны и даже кое-какие документы. Инспекторы ГАИ предположили, что шофер, вероятно, был нетрезв. Как только установят его личность, помимо того, что человек лишь отправ, так ему еще придется выложить круглую сумму, чтобы отремонтировать все разбитые машины. Несколько часов назад на 812-м километре трассы Москва-Уфа перевернулся автовоз. Он перевозил шесть иномарок. Несколько из них получили повреждения. С места происшествия только что вернулся наш корреспондент Артем Агалаков. Добрый вечер, Артем. Пожалуйста, вам слово. Добрый вечер, Роман. Автовоз МАН двигался в сторону города Уфы и перевозил внедорожники Митсубиси Паджеро-Спорт. По словам водителя, в районе поселка Кульсиитова его подрезала неизвестная легковая машина. Ему, чтобы избежать столкновения, пришлось резко вывернуть руль в сторону. После этого машина съехала в глубокий кювет и завалилась на бок. Повреждения получили три внедорожника, которые находились на верхнем уровне автовоза. Их при помощи крана смогли снять с тягача. И сейчас там работает тяжелая техника и пытаются поставить на колеса обратно автовоз и тягач. Сам водитель не пострадал. Все у меня. Благодарю вас. Это был наш корреспондент Артем Магалаков. Каждый день мы рассказываем об опасностях жизни, чтобы с вами такого не случилось. Моя часть выпуска на этом закончена. Я прощаюсь. Слово передаю Сергею Шерстневу. Далее тема. Слово передаю Сергею Шерстневу.